Я смотрю, что вы с коллегами ссоритесь. Я когда готовился к беседе с Ольгой Каво, узнал, что вы с ней конфликтовали в театре. Боже упаси. Нет? Не правда? Нет, не правда. То есть вообще это выдумки от начала до конца? Нет, это не выдумки. Это не выдумки, просто я отказалась играть. С ней? Да. Почему? Жень, это очень древняя история. Она школы в ГИКа. Мы играли комедию, мораль пани Дульской. А комедия, знаете, там текст летит. И мы добились, что он летит. И зал очень принимал. А Оля пошла говорить свой текст. Однажды она мне сказала, вы мне завидуете. Я встала в тупик и сказала, а чему? Сначала надо было сообразить, а потом ответить. А потом я жаловалась своему другу Феде Чеханкову. Говорю, она мне это сказала. А тебе надо было это сказать. Я говорю, хорошо. И когда она снова говорила, я ему говорила, что Федя мне подсказал. Потом после спектакля я звонила Феде. Я сказала. Но она сегодня еще вот это сказала. А тебе надо так ответить. Он меня учил, как отвечать. Ну, а потом мне надоело, потому что это стопор такой был. Я сказала по лощу, что я больше не могу. А с режиссерами вы когда-нибудь... Никогда. Не пререкались? Никогда. Я когда прихожу на съемочную площадку, я говорю, вы капитан корабля, последнее слово будет за вами. Тогда получается, что вы вступаете в конфликт только... Никогда. Как? А с Ахиджаковой? Так, товарищи, у нас не было конфликта. Не было? Не было. А почему тогда она отказалась сниматься в продолжении... Ну, как это называется? Ремейк? Вторая часть «Ирония судьбы». Не знаю. С вами не связано. Спросите у нее. Она вообще поссорилась, по-моему, с руководством Первого канала, и чтобы отомстить ему, она это сказала. Я знаю, что просто вы помирились с Барбарой Брыльской. Было. Это было в Киеве. Значит, до этого вы поссорились для того, чтобы помириться надо? Никогда мы не мирились. Просто мы нарочно. Брыльская, Барбара... Господи, о чем мы говорим? Что, кто сказал? О чем? Это культовый фильм. Как о нем не поговорить? Если мы говорим с Талызиной и не говорить про иронию судьбы, ну, странно было бы. Надо поговорить о том, как Талызин озвучивала. Как читала стихи. Сейчас все возмущаются. А почему вы не играли? Ну, и почему? А потому что меня никто не приглашал. Меня и на пробы не приглашали. Эльдар Александрович пробовал, по-моему, Свету Немоляева. Она об этом рассказывает. Потом, по-моему, Люсю Гурченко пробовал. На вашу роль? Зачем? На главную, на роль Барбары Брыльской. Что на мою роль? Потом, ну, не знаю, Алису Бруновну приглашала или нет. Не помню. Еще каких-то артисток приглашала. А меня нет. А говорят, что у Рязанова очень много на самом деле решало... Таким серым кардиналом была жена, которую он слушался во всех таких вещах кадровых. Это правда или нет, что он слушался советов мудрых женщин? У него, с одной стороны, была Нина Скубина, редактор этой картины. Разве они не были женаты? Так, ну, жизнь... Нет, я же просто не знаю... С ума сойти. Так, как знаете вы. Доверие Москва-24, да. Нина Скубина... Сейчас. Была потрясающая женщина, светлая память ей. Потрясающая. Во-первых, была худенькая. Потом была очень тихая. И фантастически умная и мудрая. Очень пережила тяжелую жизнь. Она потеряла в молодости, ну, в общем, где-то в начале пути своего мужа. Он заболел и ушел. Она осталась одна с сыном. И она очень видела людей насквозь. По-моему, они встретились, ну, еще раньше зигзага удачи. И с одной стороны у Эльдара Саныча была Нина, а с другой стороны был Эмили Брагинский. Вот они его и вели. А когда они ушли, то у Эльдара Саныча больше культовых фильмов не было.